К другим темам. Больше десятка кушек и собак удалось вызволить из заточения красноярским волонтерам. Несколько лет животные сидели под замком в гараже на Павлова. Как оказалось, таким образом от холода и голода их якобы спасала жительница правобережья. Все подробности у Антона Тишакова. Вот так безуспешно эта серая красавица с желтыми глазами пытается выбраться из заточения уже не первый день. Впрочем, как и другие ее четвероногие соседи по несчастью. В этих трех небольших гаражах на Павлова находятся в заперти более десятка кошек и собак. Но об этом стало известно после вскрытия замков. Неравнодушный красноярец, проходя мимо, услышал вой и позвонил зоозащитникам. Животных узнали спасти в лапушках. И сейчас мы их заберем пока домой, потом будем в клинику и пристраивать по рукам. Животные не должны в таких условиях вообще жить. Там антисанитария полная. Сомневаюсь, что есть лотки, наполнитель, корм. Как удалось выяснить, животные под замком уже несколько лет. Таким образом, хозяйка гаражей, которую, к слову, удалось разыскать, якобы хотела их спасти. Человек это делал не из-за того, что она хотела издеваться над ними или что-то. Она хотела их спасти. Она боялась, что вот она подобрала эту уличную собачоночку, где-то она ее подлечила, покормила, обратно выпустит. С собачонкой что случится, никто не знает. То есть она этих животных собирала из добрых намерений помочь им. Сейчас животные в одном из приютов города на карантине. Отходят от шока. С ними уже работают специалисты. Собаки не истощены, видимых инфекций нет. Полностью осматривать животных будут позже, когда они привыкнут к новым условиям. Кошки тоже обрели более благополучные дома. Как сообщили в полиции, заводить дело на бывшую хозяйку не будут. Все-таки она хотела помочь, хоть и делала это непрофессионально. Волонтеры, в свою очередь, предупредили женщину, что будут присматривать за ее гаражом. И если она опять начнет запирать животных, тогда наказание вряд ли удастся избежать. Антон Тишаков, Илья Сенкевич, 7 канал.